Минули те дни, когда сочная зелень равнин и горных цепей душистым ароматом разносилась на многие километры вокруг, а десятки крылатых насекомых с каждым новым шагом взмывали вверх, чтобы взглянуть, кто посмел нарушить их покой. Ноябрь – последний месяц осени, а в некоторых частях нашей необъятной родины и вовсе начало долгой зимы. Горы надевают нарядные белые шапки, выделяясь на фоне еще не покрытой снегом земли. Вокруг тишина, безмятежность и спокойствие. Лишь ветер насвистывает какую-то незнакомую мелодию. Наверное, про свободу. Нелегко снежными зимами мохнатым лошадкам. Вся надежда только на заботливого хозяина, успевшего запасти сено с близлежащих пастбищ. А пока не выпал снег, можно полакомиться сухой травой, которой вокруг хоть отбавляй. Благо, случаются зимы с ветрами, и трава эта бывает и вовсе не скрывается под белым одеялом. Все какое-никакое подспорье в хозяйстве. Петляя меж холмов и кустарника, дорога ведет за очередной перевал, за которым открывается потрясающий вид на бескрайние просторы бесконечно тянущихся горных хребтов, напоминающих дно Древнего океана. Стоя здесь, на самой верхней точке хребта, ощущаешь себя маленькой песчинкой. Недалеко от урочища Сухой Лог, словно живительный оазис средь бескрайних полей, уютно расположился небольшой лес, состоящий из смешанных пород деревьев. В основном это береза и осина. В жаркий полдень и в ненастный день лес укроет путника от зноя и непогоды, даст приют и отдых перед предстоящей дорогой. И если на перевале завывает ветер, сковывая руки и пытаясь отыскать малейшую щель в одежде, дабы напомнить, кто здесь хозяин, то лес надежно защитит от такого не совсем теплого приема. Да и мохнатым лошадкам частенько приходится здесь пурговать. В сильную метель даже теплая шерсть едва ли защитит от пронизывающего ветра. Но лес дает защиту от непогоды лишь снаружи. Чтобы согреть себя изнутри, нет ничего лучше горячей пищи и кружки хорошего чаю. Еда придаст новых сил, а ароматный чай наполнит тело бодрящей энергией и хорошим настроением. Обед путешественника прост и не казист. Сегодня это вареная картошка с тушенкой и лучком, слегка приправленная специями. На приготовление такого блюда уходит чуть меньше часа. Молодую картошку очищают от кожуры, режут на крупные дольки и помещают в кипящую подсоленную воду. По мере готовности картошки воду из котелка сливают, добавляют свежий лучок, тушенку, слегка сдабривают специями и ставят томиться на медленном огне. Самое главное устоять от ароматных запахов, исходящих от котелка. Простота этого блюда не означает потери его вкусовых качеств. Напротив, его сочетание со свежим горным воздухом и красивыми видами добавляет некую изюминку и неповторимый вкус. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok